Управляющая иномаркой девушка 80-х года рождения жительства города Лембовский на Дэву Матис не справилась с управлением своего автомобиля, совершила столкновение с состоящим также иномаркой Ковер и получила телесные повреждения, резанные раны головы. Также в это число в 17.00 произошло одновременно сразу два народно-транспортных происшествия. На улице Войково строителей, водитель автомашины 12 модели, не предоставил преимущества транспортному средству 10 модель, движущаяся по главной улице и в результате чего произошло столкновение. В 10 модели пострадал ребенок 4 года, поступил в лечебное учреждение. И одновременно, как я уже сказал, на улице Дзержинской у дома 17, автобус, рейсовый автобус совершил наезд на пешехода. Этот маленький ребенок, 2002 года рождения, он перебегал в проезжую часть в неустановленном месте и получил ушибы от столкновения с автобусом. В 4 часа утра 18 минут возле развлекательного комплекса видно на видеосюжете, что одиноко стоящая седьмая модель, вдруг совершается столкновение с ней, идущее в Шевроле Ларчетти. От сильного удара автомобиль откидывает об дерево и от удара дерево практически перегибает ее напополам. И как мистер Анна, иномарка включает заднюю скорость и скрывается с места дорожно-транспортного происшествия, оставив на месте происшествия передний бампер расколотый и левое переднее крыло. Представьте себе, это практически половина машины он оставит на месте ДТП и скрывается с места происшествия. Через две недели наших поисков при оперативно-розыскных мероприятиях водитель данной машины был установлен. Его автомобиль находится в населенном пункте Панфилова в одном из гаражей, уже практически приступили ее к ремонту. Мировой суд определил административный арест, второй судок административного ареста данного водителя с доказанием.